Лекция по Бхагавад-гите, как она есть, 2 глава, тексты 23 и 24. Прочитана Его Божественной Милостью, Аче Бхактивиданта и Свами Прабхупады, 27 августа 1973 года в Лондоне, Англия. Перевод Душу нельзя расчленить никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой или иссушить ветром. Вот еще одна головоломка для ученых-шарлатанов. Ведь они считают, что кроме как на Земле, ни на каких планетах жизни нет. По их мнению, из-за иной атмосферы живые существа не могут там жить. Что ж, возьмите, к примеру, солнце, огненную планету. Естественно, мы полагаем, что ни одно живое существо не может там жить. Это огненное небесное тело. Но Кришна говорит, огонь не сжигает душу. Это вполне логично, поскольку мы видим, что мы живем на суше, а обитатели вод, рыбы, живут в воде. Я не могу жить в воде, а рыба не может жить на суше. Но если, невзирая на собственный опыт, я стану отрицать наличие жизни в воде, то кто я как не негодяй? Точно так же эти негодяи рассуждаются своих позиций. Поскольку они не способны жить в огне или в воде, они думают, что и в огне нет жизни. Это обман. Опровергая слова этих мошенников, Кришна говорит, найнам дагати павака. Живые существа есть даже в огне. Поэтому Кришна говорит, Сперва я поведал науку Бхагавадгиты Богу Солнца. Конечно же, беспринципные умники спросят, как на Солнце может быть какой-то Бог или человек. Именно так они и подумают. Они обо всем судят со своего угла зрения. Так устроена современная наука. Я не могу себе представить такое, поэтому этого не может существовать. Они считают, что все должно вмещаться в их опыт. Вот что происходит. Они никогда не признают, что их опыт несовершенный. Если вы несовершенны, если ваши чувства несовершенны, как сможете вы получить совершенный опыт? Это невозможно. Ачинте. Существует столько непостижимых энергий, действующих от имени Кришны. Кто вы такой? Вы можете обмануть горстку людей, заставив их поверить в то, что вы Бог. Это другой вопрос. Но непостижимая энергия Кришны действует по-другому. Шрила Джива Госвами говорит, что пока мы не признаем этот принцип непостижимости энергии Кришны, Бога, Ачинте, Шакти, мы не сможем его понять. Если мы поместим Кришну в рамки собственного ограниченного ума, это не поможет нам постичь его. Это непостижимая сила также находится внутри нас. Мы не знаем об этом. Многие тайны сокрыты от нас. Я много раз приводил такой пример. Если удалить ноготь, он вырастет снова в точности такого же размера. Он сам растет из моего тела и становится точно на свое место. Врачи не могут это повторить, но ноготь растет сам в точности по размеру. Как он растет? Это непостижимо даже для меня. Я не способен постичь даже то, как растут мои волосы. Я подстригаю их каждую неделю, но они продолжают расти. Во мне так много маленьких непостижимых чудес. Я неотъемлемая часть Бога. Только представьте, каким могуществом наделен Кришна. Это здравый смысл. Из шастр мы узнаем, что Кришна в аспекте Гарбодакашаи Вишну сотворил воду внутри этой вселенной и возлег на нее. Мы не можем себе представить, как кто-то может произвести воду из своего тела, океан воды. Но рассудите здраво, иногда мы потеем, выступает из парина эта вода. В Индии это особенно заметно летом. Порой пот выступает так сильно, что им можно наполнить целый небольшой горшочек. Разумеется, чтобы вода так выходила из тела, нужно быть здоровым человеком. Итак, я ограничен. Я лишь малая частичка тела Кришны, неотъемлемая частичка. Если у меня есть способность производить воду, пусть даже каплю или унцию, то Кришна наделен безграничным могуществом. Он может создать море. Неужели это трудно понять? Он может произвести бесконечное количество воды, которую можно назвать океаном или морем. Поэтому веды говорят, кто проявил эти пять элементов? Кришна говорит, это моя энергия. Так все есть энергия Кришны. Он может произвести все. Попытайтесь подтвердить это примером. Вы крошечное проявление Кришны. Вы можете изучить свои деяния, свои ощущения. То же самое, но только в безграничной степени относится к Кришне. только и всего. Арджуна мог подумать, Кришна говорит, что тело отлично от души. Душа находится внутри тела. Если я обрушу свой меч на тело моего деда или тела моих родственников, то можно предположить, что вместе с телом будет разрублена и душа, сокрытая внутри тела. Случайно может пострадать и она. Поэтому Кришна говорит четко и ясно, Найнам Чинданти Шастерани. Душу невозможно разрезать никаким оружием. Ее нельзя пронзить стрелами, разрубить мечом, сжечь огнестрельным оружием. таково положение души. Она неизменно, неразрушима. Это описание души через отрицание. Есть ли что-либо в этом мире, что нельзя разрезать на куски? Видели ли вы что-нибудь подобное? Возьмите дерево, камень, железо, что угодно. Все можно разрезать. Поэтому, когда Кришна говорит Найнам Чинданти Шастерани, это означает нечто совсем не похожее на материальные элементы. Это нечто совсем другое. есть материальные элементы, такие как земля, вода, огонь, воздух и эфир. Вы можете изготовить оружие из земли. Из воды сейчас оружие не делают, но в былые времена существовало оружие из воды. Оно использовалось в битве на Курукшетре. Одна сторона выпускает атомное оружие Брама стру, другая сторона отвечает водной астрой, нейтрализуя силу атомной бомбы. Что же теперь знают ученые? Они изобрели атомную бомбу, но не могут создать оружие, нейтрализующее ее действие. Это невозможно. Но такое оружие есть. Атомная бомба это оружие огня. Чтобы противодействовать ей, вы должны создать другую бомбу, использующую силу воды. Во время войны на вас нападают с каким-то оружием, и вы должны защищаться, пытаясь противодействовать этому. Вывод вполне естественный. Если жизнь есть в земле, в воде, и даже в воздухе, об этом свидетельствует наш опыт, воздух густо населен живыми существами, вода тоже. Мы не видим их невооруженным глазом, но с помощью микроскопа мы можем разглядеть в воде и в воздухе множество микробов. Почему не в огне? Огонь тоже один из материальных элементов. Поэтому, хотя Солнце огненная планета, ее населяют другого рода человеческие существа, которых можно назвать полубогами. Там тоже есть аналогичные здания, похожие люди, города, машины. Все. Там все это есть. В противном случае, как Кришна мог отправиться туда. Ведь говорится, если бы Солнце не было такой же планетой с живыми существами, домами, дорогами, машинами и всем остальным, так же, как Кришна не сходил на эту планету, Он приходил туда. Кришна может прийти куда угодно. Когда Кришна находился в этом мире, Он бывал везде, иногда Он погружался в воду, иногда проходил сквозь оболочки вселенной, иногда оказывался в духовном мире. Он переносился в духовный мир, взяв с собой Арджуну, Арджуна тоже отправился с ним. И в духовном мире Он увидел Карандакашая Вишну. Все это описано в Шимадбхагаватам. Он мог отправиться куда угодно. Они посещали райские планеты. Это Кришна, не Гурджи. Один удар, и Он слеп. Не так. Кришна может отправиться куда угодно, Ему все под силу. Это называется всемогуществом. Пока мы не признаем, что Кришна обладает непостижимыми энергиями, нам не постичь его. Этот стих раскрывает еще одну мысль. Приверженцы философии Майавады говорят, что Дух един, что Высший Дух безличен. Воплощаясь, Дух обретает индивидуальность. Такова их философия. Они приводят пример моря. Море это огромная масса воды, которая покоится на земле. на воду вы можете спустить лодку или корабль, наполненный водой. В лодку вы можете поместить кувшин с водой. В него еще один кувшин поменьше. В этот кувшин маленькую чашку или даже шелуху от зерна, содержащую воду. Их философия такова. Вода едина, но в зависимости от сосуда она становится большой или маленькой. И когда все эти резервуары разрушаются, вода из них сливается в одно целое. философия этот стих опровергает эту абсурдную философию. Как? Дело в том, что душа, большая или маленькая, найнам чинданти шастрани, ее невозможно разделить на части. Это исключено. согласно их доктрине вода была разлита по разным горшкам, поэтому мы видим разные объемы воды. но души всегда остаются индивидуальными. Вывод, что они разделились, неверен. Санатана означает вечно разделенные. Не думайте, что они разделились под каким-то влиянием. К примеру, мы держим воду в большом кувшине или в маленьком горшочке. Но с душами это невозможно. они вечно остаются большими или маленькими. Вишну татва джива татва джива татва это малые части, вечно малые. Вишну татва это верховная личность Бога. Вишну татва вечно безгранично велик санатна. джива вечно отделенной. Невозможно разделить душу ни малую, ни большую. Ней нанг чинданти сестра няй нанг дхати павака воздух. Ни один из материальных элементов земля, вода, огонь, воздух не могут воздействовать на душу. Ветер может испарить огромный океан, большие реки, озера, но душу невозможно испарить. Этим душа отличается от материи. Воздух может испарить бескрайний океан. Это происходит постепенно. С течением времени вода в море испаряется, пока наконец не исчезнет. Так говорят шастры. К моменту разрушения мира воды не останется. Например, сейчас это уже началось. Воды не хватает. Не идут дожди. Мы видим, что озера, реки и остальные водоемы высыхают. Шемасундра, ты говорил про ту реку? Как называется это озеро? Водохранилище. Оно высыхает. природа должна восполнять испарившуюся воду. Но с наступлением Кали-юги водоемы будут восполняться все меньше и меньше и постепенно высохнут. в конце концов вода исчезнет и тогда все живое, флора и фауна умрет. Дожди прекратятся на сотни лет и тогда всему придет конец. Все высохнет и превратится в пепел, потому что солнце будет палить в 12 раз сильнее. Как выжить в таких условиях? Все живое на планете погибнет. Температура будет все повышаться, пока не вспыхнет огонь, в котором сгорят все планеты Вселенной. После этого пойдет дождь, длящийся сотни лет. Вся Вселенная наполнится водой. Далее вода испарится, и это будет конец всей Вселенной. Это называется конец света. Бхагавад-гита сообщает, что во время всемирного разрушения духовный мир остается нетронутым. Нави нашиси. никакие разрушения не могут коснуться духовного мира. В той же степени это относится к душе. Авья-ям неуничтожимое, неизменное. Разными словами Кришна описывает природу души. мы должны отнестись к этому серьезно, и тогда мы обретем совершенное знание. следующий стих. Перевод. Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или сушить. Неизменная, неподвижная и вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Это еще один способ объяснения через отрицание. В предыдущем стихе Кришна говорит «Най нам чинданти шастрани». На сей раз он снова приводит аргумент от противного «Ач-э-див-ям». При помощи разных аргументов Кришна описывает бессмертно природу души. Есть пять элементов земля, вода, огонь, воздух. Ни один из этих элементов не может воздействовать на душу. Из земли или металла вы можете изготовить острый меч, но это не означает, что этим мечом вы способны разрезать любую материю. Тем более вы не сможете разрезать своим мечом или другим материальным инструментом душу. Душу нельзя ни сжечь огнем, ни смочить водой, ни сушить. С разных сторон Кришна описывает неизменность души. Другое важное слово это ниття сарвагата. Сарвагата означает все проникающие. Душа находится даже в камне, даже в песке. так как же эти люди могут утверждать, что на Луне нет жизни? Сарвагата. Мы видели, что жизнь есть даже в камне. Мне запомнилось это. В Агре есть одна джума-мастика на вершине каменного купола. а выросло дерево. Кто залез туда, чтобы посадить там дерево баньян? Оно проросло там, пробив камень. Никто туда не забирался. Это означает, что души есть везде. Как только предоставляется возможность, душа сразу же рождается в материальном теле. При первой возможности. Это хорошо объяснено в седьмой главе. Они опять спускаются на землю обрывзаписи. Например, для того, чтобы попасть в другую страну вам необходима виза. Как только заканчивается срок действия визы, визовая служба сразу же напоминает вам, «Сэр, ваша виза закончилась, вы должны уезжать». вот и пуньи локи, высшей планетарной системы, вы можете достичь только благодаря своим праведным делам, пышным жертвоприношениям, пуньи, благочестивой деятельности. Но ваша пунья очень ограничена. Когда она заканчивается, вы должны вернуться. Сказано, что когда души возвращаются на эту планету, они падают с дождем на землю и вновь начинают жизнь в форме травы или чего-то подобного, проходя путь эволюции. Поэтому Кришна не одобряют путь возвышения на райские планеты. Мой дорогой Арджуна, даже если ты отправишься на высшую планетарную систему Брахмалоку, где жизнь длится миллионы лет, тем не менее, когда истощится запас твоих добрых дел, тебе придется вернуться сюда. Но он сказал снова, если ты попытаешься попасть в мою обитель, тебе не придется возвращаться. Итак, карми, кармакандия пытаются достичь райской планеты, высшей планетарной системы. Это не очень хорошая идея. Конечно, вы можете отправиться туда благодаря своим добрым делам, но прежде всего, в нынешний век люди настолько неблагочестивы, грешны, что это невозможно. Они могут лишь опуститься ниже. Они покрыты невежеством. Невежество — это вино женщины и мясо. Поэтому они идут вниз. Путь на райские планеты для них закрыт. Кто туда попадает? Урдханга чанти саттва — «Урдханга» означает «выше». Только праведники могут подняться туда. Даже если вы праведны, тем не менее, вам придется вернуться. Так устроен мир. Итак, «сарва-гата». «Сарва-гата» означает, что душа свободно отправится куда угодно. У нее есть полная свобода. Это тоже объяснено в «Бхагавадгите». «Бхатхи». 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 Как вы пожелаете. Это зависит от вас. Делайте свой выбор по своему желанию. Так или иначе, вы пришли сюда. Хорошо. Но Кришна дает вам шанс отправиться в любую планетарную систему по вашему желанию. В конечном счете, если вы захотите вернуться домой к Богу, такая возможность тоже дается вам. Если вы хотите отправиться на Луну, космический корабль вам не нужен. Это процесс. Для этого существует определенный процесс. После смерти вашего тела вы окажетесь на Луне. Таков путь. Для этого вам не нужно погружаться в какие-либо бессмысленные научные исследования. Просто подготовьтесь. Есть разные пути. Если вы хотите отправиться на Луну, вы можете это сделать. Если хотите попасть на райскую планету, возможности есть. Если вы хотите попасть на планету Кришны, вы можете сделать и это. Следовательно, здравомызлящий человек должен понимать, зачем стараться достичь высших планет, если мне снова придется вернуться. Уж лучше я приложу усилия, чтобы вернуться на Кришналоку. Это признак разума. Однако, великие йоги все равно стремятся достичь высшей планетарной системы. Перед тем, как попасть в духовный мир, им хочется посмотреть жизнь на высших планетах. Они подобны туристам. Они отправляются куда-нибудь и останавливаются ненадолго, чтобы только посмотреть. Но вы не должны задаваться такими целями. Стремитесь к тому, чтобы вернуться прямиком домой, к Богу, к Кришне. Направьте свои усилия на это. И метод очень прост. Яджина, поклоняйтесь Кришне, так как мы научили. Совершайте мангла, радрико, предлагайте пищу, поклоняйтесь. Яджи, яджина означает поклонение. Что в этом трудного? Если следуя этому простому пути, вы сможете вернуться к Кришне. Зачем вам стремиться на райские планеты, на Луну? Откуда нам вновь придется возвращаться? Это разум. Спасибо вам большое.